добрый день всем кто нас сейчас смотрит сегодня мы с вами будем выпекать торт наташа потрясающе вкусный торт для этого нам с вами понадобится сметана 500 грамм яйцо 2 штуки мука 2 стакана сода 1 чайная ложка гашеная в уксусе также нам понадобится какао мы будем его добавлять в один корж и плюс на глазурь ну а также сахар он нам понадобится в коржи и на глазурь ингредиенты написаны на экране для приготовления коржа нам понадобится одно яйцо 1 2 стакана сахара 1 стакан муки 1 2 стакана сметаны и 1 2 чайной ложки соны гашеной в уксусе как мы это делаем сейчас стакан нам нужно налить буквально одну четвертую чайной ложки эссенции совсем чуть-чуть я это делаю осторожно совсем чуть-чуть там разделена два раза даже коп так сюда добавляем столовую ложку воды и и сюда мы сейчас добавляем одну вторую чайной ложки соды и сейчас посмотрите какая реакция будет ведь она у нас гасится все и теперь мы все это добавляем наш корж теперь нам все нужно хорошо перемешать до однородной массы вот посмотрите у нас с вами получилась вот такая масса в нее мы добавлять какао не будем у нас с вами будет один корж светлый другой темный все теперь нам нужно взять форму именно с прямыми боками сейчас вам покажу вот ведь у нас сковородка прямые бока сюда мы добавим подсолнечное масло совершенно чуть-чуть чтобы нам смазать сковороду чтобы наш корж не пригорел и хорошо сейчас распределим по всей сковородке масло заранее мы уже включили газовую духовку и мы корж наш будем печь при разогретой духовке сейчас сюда выливаем нашу массу хорошо вот так распределяем и ставим выпекать буквально минут на 15-20 вы увидите будет такой прямо золотистый цвет у коржа пока наш корж выпекается мы с вами будем готовить смесь на второй корж также нам понадобится одно яйцо почему я это все показываю потому что некоторые прямо даже просят именно показать полностью как мы готовим торт так сюда мы добавляем также 1 2 стакана сахара добавляем 1 стакан муки 1 2 стакана сметаны сметану можно взять любой жирности у меня 15 процентная во второй корж мы добавляем столовую ложку какао и также нам надо добавить соду гашеную уксусом также мы делаем одну четвертую совершенно посмотрите чуть-чуть уксуса столовую ложку воды и сейчас сюда одну вторую чайной ложки соды и теперь гасим все и добавляем нашу массу теперь все точно так же хорошо перемешиваем это у нас с вами будет второй корж он будет у нас получается с вами шоколадного цвета и по вкусу он тоже будет отличаться потому что мы с вами добавили какао все хорошо перемешиваем вот такая у нас с вами получилась масса все теперь ждем когда у нас выпекется первый корж наш корж с вами готов мы его обязательно проверяем спичкой спичка должна быть сухая вот видите все сухо наш наш корж хорошо пропекся корж аккуратненько перекладываем на тарелочку и выпекаем второй шоколадный также в сковороду чуть-чуть подсолнечного масла все хорошо распределим по всей сковородочке и заливаем сюда смесь на второй корж шоколадный также хорошо распределим по сковородочке и отправляем в духовку на 20-25 минут ну вот у нас готовился второй корж сейчас мы его проверим спичкой нужно обязательно проверять потому что бывает так что да вроде по бокам видите все сухо а бывают середки сыра нет у нас все с вами сухо все коржи готовы теперь мы будем готовить глазурь чтобы приготовить глазурь нам с вами понадобится сметана остатки что у нас осталось с вами от тортика сахар сахар мы добавим сюда пол стакана и столовую ложку какао теперь включаем газ огонь у нас медленный и теперь все нужно хорошо перемешиваем и перемешиваем до тех пор пока не появятся пузырьки как только появятся пузырьки мы с вами выключаем газ и будем промазывать наш тортик надо обязательно помешивать постоянно помешивать кто хочет по желанию может добавить побольше какао ну я думаю этого достаточно но у всех разные вкусы видите начинает у нас более такое уже горяченькая сметанка и наш с вами глазурь темнеет вот смотрите появились пузырьки буквально прошло минут пять шесть все мы выключаем с вами газ теперь значит мы половинку глазури кладем на торт и тихонечко так размазываем распределяем по всему коржу вон кстати этот глазурь очень быстро застывает поэтому сейчас сразу следом мы кладем второй корж он горячий поэтому таким образом его сейчас вот он вот все получилось ура теперь так аккуратненько нам надо чтобы он у нас прямо был над тем коржом все ура получилось и теперь мы сверху промазываем остатками глазури торт сам по себе очень получается вкусный вообще очень люблю домашних именно торты мне кажется вкуснее домашних вообще нет тортов когда еще ты готовишь желанием вкладываешь душу в этот тортик ну и конечно сверху можно также украсить и посыпкой там орешками хоть чем это уже на вкус ваш кто как хочет ну а мы вот так вот распределим его аккуратненько аккуратненько ли что падает все все красота посмотрите все даем остыть минут 10-15 чтобы наша глазурь подстыла и будем разрезать и покажем вам как он выглядит разрезе разрезаем тортик так ну что вауля посмотрите какой он в разрезе потрясающий вот так наш тортик выглядит в разрезе можно посмотреть на самом разрезе сейчас вам покажу вот посмотрите ряд прямо близко вам показала и вот сам как у нас в разрезе сам кусочек потрясающе ну если вам понравился наш рецепт не забывайте поставить пальчик вверх написать комментарий а мы с вами увидимся в следующих видео и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»